друзья погодка замечательная при можно сказать даже жарко я иду по своим делам и хочу вам за бабушку тому сказать на стриме я рассказывала насчет социального работника но стрим не всех смотрят поэтому кто не смотрит стрим еще расскажу у бабушки есть потом и социальный работник но нах как-то не очень довольна говорят приходит раз в неделю и это а иногда даже и реже что в тот день когда и надо прийти башки томи у него или выходной или отпуск или еще что-нибудь вот она вот меня 10 подопечных по два человека на день суббота воскресенье выходной ну это башка томада за продуктами на то что вам хлеба принесет ей водички вот это сослов я еще расскажу как и на стриме говорила сослов бабушки томы ну судя как я прихожу насколько часто башка тома я сама и убираю и кушать она готовит вот правда что горд со слепу бывает картошку недочищу или за место это дуршлага обрет в ковшик если вермишель там смываю выступлен у разное такое бывает ну я не знаю может это не за дополнительную плату если там поубираться еще что мы в общем я сходила в этот территориальный центр начальницы я извинилась объяснила говорю можете рассказать как сколько и что в обязанности входит чтоб рассказать башки томе все мне начальница сказала что достала договор там написано это что должна приходить два раза в неделю раз в месяц генеральную уборку делать ваш потом а может еще знаете скажите я сама потихоньку это поэтому я не могу сказать что соцработник там отказывается или еще что-нибудь много еще зависит от башки тома ну суд за это заведующая вот этим отделом по соцобеспечению арт я скажу подопечным в общем все пообщаемся вот она приходила башки томе вот она не говорит да что он там договор перезаключили написали там еще какие-то дополнительные что башки томе нужно в общем так в территориальном центре видите как реагирует самая начальница пошла и собеседовала что если что-то не устраивает еще что-то вот такие дела ну я все равно я на себя взяла обязанности коммунальные бабушки томы оплачивать уже так и будет продолжать пенсию ей приносить вот что еще продукты мы с ней вместе ходим вот перед отъездом опять сходим затарим холодильник насколько будет возможно но потом уже конечно будет все сработники что-то покупать может с ней сходить может что по списку скажет в общем так мы то уезжаем насколько даже не можем точно сказать насколько в общем друзья друзья скажу вам по секрету куда я ходила по делу ходила поликлинику брала справочки нам с димой в реабилитационный центр об эпид окружении нужно на каждого отдельно что у нас нет в городе не какого вируса что мы ни с кем не контактировали в общем все такое и хотела сказать друзья что сегодня стрима не будет мы с димой едем в одно место а куда вы увидите видео уже в понедельник друзья вышла думала покрасить тут пока сильно жарко покажу вам поближе вот видите вот эта ржавчина конечно она весь вид портит вот эти вот что я замазывала тянет вроде белая краска была сейчас вам услышалась вроде как светло-серая подходит под вот это все ну а самое главное еще хотела вам показать пиончики распустились мои розовые это вот беленький видите как он на солнышке красивый вот такие яркие цвета что алый тем и вот розовые пионы думала вот бордовы не розовые тоже пахучие еще три бутончика даже четыре должны распуститься вот дождалась красоту издалека вон как петушки тоже красиво смотрятся кустиками растут так пройдусь по обрываю уже которые отцвелшие цветочки все таки красивые а я как иду это смотрю там там у кого-то растут тоже такие расцветки есть и огромные такие вообще из окошко как раз смотрю и видно красоту так ну все розочка пошла теперь главное ее поливать все наверно попозже выйду красить друзья ну пока на улице там солнце печет семья в комнате продолжаю в прихожей заниматься ободрала дверь вот такая я вокруг белой прокрасила чтоб если вдруг где-то обоина немножечко неровненько ляжет чтоб она просвечивала светло ну здесь я уже говорила было темно но будет некрасиво если со светлыми обоями чтобы с двух сторон все подготовила сейчас мусор только соберу ну и покажу что уже у нас получилось вот здесь пока закончила шкаф уже нужно чтобы за один день отодвинуть поклеить на место поставить если прихожую я могла сюда отодвинуть сторону и потихонечку могла пролезть то здесь нужно будем проходить и он будет мешать поэтому это уже я отложила чтоб начать и закончить если ты хочешь закончить какое-нибудь дело то для начала хотя бы начни какое-нибудь дело ну а так вот светленькая получается не знаю напишите как сочетается с темными дверьми до лампочку я пока открутила пока вот так висит в общем баксик как всегда помогает вот здесь начала уголочек вот это тоже уже проклеила я жарю вот там маленький клаптик и за шкафом мы решили с димой за шкафом до конца не клеить вот здесь внизу до самого низа нет толстую такую полосочку а здесь она обдерется их не будет видно что там есть обои или нет было экономней шкаф все равно здесь будут стоять долго даже не будут не меняться не убираться уже переставить его не получится поэтому но останутся обои всегда можно если что доклеить ну а так можно где-то придется обновить вся кого это тоже не темные светлые обои поэтому ну да если вдруг мало чего так запасить она должна быть какие-то кусочки от обои как вот здесь тогда у меня это как долбали я уже какие были кусочки клеила клеила ну уже столько раз тут раздалбывали что уже их не осталось все вот сюда собираем мусор помогает что ты сидишь на стропке что вдруг а плесень а ну да самое такое что опасное чем что вот здесь может быть до конденсат и если вдруг или плесень или хотя обработала надеюсь не будет но все равно может от сырости если будет может отходить обои может испортиться что всегда можно было ровненько отрезать и приклеить новенькую полосочку дима это объясни почему ты это белой краской вокруг все покрасила ну потому что здесь края видите они чуть закругленные и когда я темным красила обоина но вот сюда просвета получается светлого не было а сейчас я буду светлый клеить то вот этот коричневый может быть просвет поэтому может оно видите чтобы не загибались когда цепляешь она будет отрываться нужно не до конца оставлять ну миллиметра три наверно от края чтобы она ровненько плотненько легло и как раз вот белая красочка потому что то закрываются двери то начнешь идти то там зацепишь в общем надо чтобы они прям это не до самого конца обои наложилось тогда вот хорошо держаться я понятно объясняю ты что-то ремонтируешь это не хулиган это помощник всячески пытается помочь то как тетралку сняла в общем это ужас как у надо родимир надо баксику на день рождения у него в июле конце июля купить наверное такую эту кругленькую знаете что становится как тетралку хорошую что это такое а когти надо драть я уже думала может быть из дерева пенек какой-нибудь такой это отпилять и положить вот на улице эти коты об дерево от коров это дербанят когти ну посмотрим у нас каждый день одно и то же концерты только камеру в руки все баксик уже здесь ему надо кушать ну а у нас друзья сегодня будут загадки я даже когда диме зачитывала это он сразу прям отгадал одну да ну зачитываю вот рассыпалась пшено и уже не так темно разукрасит полотно это яркое зерно дима сразу угадал и вторая загадка это на это загадка математика начинаем мы играть будем мы пример решать 3 плюс 3 и разделить на 3 это в скобочках внутри и умножим все на 5 а теперь начнем считать смысл слов ты улови и ответ мне назови но это нужно записать может быть повторение послушать или же как будет дима читать посчитать и напишите ответ это должна ответом должна быть цифра вот баксик что что там умножение сложение сидит ну друзья зачитывает дима ну я думаю уже вам достаточно времени чтобы подумать дима назовет отгадку звезды звезды на небе но раз зерно и много значит звезды на небе так ну и читает решить пример читайте эту загадочку начинаем мы играть будем решать 3 до 3 раздеть на 3 это скобочка на 3 и умножим все на 5 ну кто посчитал пишите ответы ну а дима подсмотрел в отгадке какая цифра ответ 20 друзья кто угадал напишите честно но вам всем хорошего дня хорошего настроения а он еще итак вот итак 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 и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, все подкрасила. Здесь чуть-чуть по бокам немножечко подкрасила. Вот там уже не стало, там чуть-чуть. В спине видно ржавчину. Самая большая вот здесь была. А теперь серенькая в один цвет. Вообще все прекрасно и замечательно. Вот не знаю, может вот эту трубу от котла тоже покрасит. Какая-то она у меня замурзанная и красивая. Наверное, сейчас поставлю еще ее подкрашу. Красочка осталась немножко, а то прям совсем грязная. Может ее повытирать просто можно, а не красить. Ладно, сначала, наверное, повытираю. Пойду сейчас возьму тряпочку. Так, ну вот, отсюда вид. Здесь немножко еще. Тоже планочка была ржавая. Тоже подкрасила. Ну, теперь все, теперь я спокойно то. Покрасила тоже эту вытяжку в серый цветик. Вот тут была замурзанная. И тут наверху все-таки достала. Чуть-чуть, где была ржавчина, тоже замазюкала. Вот я персики чуть-чуть подвязала, чтобы они не касались краски. А уже завтра подсохнет, тогда уже тут поразвязываю немножко, распушу. Ну, все, справилась. Прям самой приятно. А я как-то и не обращала внимания. А ведь Дима говорит, надо, а то некрасиво. В общем, все, тут справилась. Смотрите, а мы тут баксиком поливаем. Баксик открыла окошко, вышел, сидит. И не спрыгивает, молодец. Да, Баксик? Следи все. Вот, около метро вышли, а тут такой кусочек бульвара. Интересный запах сирени. Аж слышно, около метро. Все в сирене. Сирень здесь не очень видно. Ну, там вот внешние кусты. Вот. Вот сирень. Ну, там сирень. Тюльпаны. Вот, вот где она притаилась. Сирень. Сирень. А это вот театр Советской Армии. Здесь мне солнышко загораживает. Вон сирень. Вот сирень. Обалдеть можно. Такие красивые кусты. А это я не знаю. Это знакомое название. Вот. И вот сирень. Представляете, запах? Тут. Представляете? Вместо тополей надо кругом посадить сирень. Сирень, яблони, кроши. Чтобы было красиво. Невкусно пахнет. Ух ты. Какая ель, наверное. Надо все-таки сейчас посмотреть в каком-нибудь Суворову. Вообще, станция метро называется Достоевская. А, Суворову. Суворову, Суворову. Смешно. Красивый памятник. И все кругом. Благоухает. Вот елочки красивые. Цветы. И вот кругом цветущие деревья. Сирени. У Ирины Второй. Да. Вот это вот театр Советской Армии. Советской Армии. Да, Советской. Ну, так и называется Советской. Так что вот мне так приглянулось. Думаю, надо сделать маленькое видео такое. Красиво все-таки. Еще раз. Как его зовут? Александр. Александр Васильевич. Привет тебе от всех. Красиво в Москве. Спасибо. Спасибо.